На роль автора скульптуры претендовали семь художников. Они представили свои работы на суд спецкомиссии. Путём голосования эксперты определили проект, который будет принят за основу. Им стала разработка скульптора из Минска Владимира Пипина, старшего преподавателя Академии искусств. По итогам, когда комиссия приняла решение, было согласование с сыном Александра Прокопенко, с Дмитрием Прокопенко. И так сложилось, что мнение комиссии и сына Дмитрия Прокопенко совпали. Предполагаемый размер – более двух метров. И это без учёта постамента. Скульптура легендарного футболиста по замыслу автора будет выполнена из бронзы. Пластическое решение образа Александра Прокопенко исполнено в живой динамичной манере, которая наиболее отвечает стилю его игры. Я просто помню его как такого очень динамичного, очень техничного, быстрого, такого инициативного игрока, который, по-моему, ни минуты не стоял на поле, всё время перемещался, одинаково как бы владел левой и правой ногой. Мне и хотелось выразить вот своей скульптурой, именно вот этот пульсирующий такой энергичный, я не знаю, как ритм жизни, ну или не жизни, а игры, которым владел Прокопенко. На фасадной стороне памятника планируется сделать надпись легендарному футболисту Александру Прокопенко. Окончательный эскиз будет утверждён художественным советом, который состоится в ближайшее время. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.